В этом видео я буду проходить Minecraft Hardcore, играя за разбойника. Ставь лайк и пиши в комментарии, за какого моба мне пройти Minecraft в следующем видео. Всем-всем-всем приятного аппетита, друзья! Меня зовут Рисман. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Minecraft. И в этом видео мы с вами попробуем поиграть в Minecraft Hardcore и пройти его, играя за разбойника на сложности разбойник. Я, как видите, уже превратился в разбойника. И первое, что у нас есть в инвентаре сразу, это, конечно же, арбалет. Потому что все разбойники в Minecraft ходят с арбалетами. Но беда, знаете, в чем? В том, что у него нету стрел, к нему не прилагаются стрелы. Но, по крайней мере, мы с вами хотя бы заспаунились на базе разбойников. Это тот самый аутпост разбойников, где как раз стоит сундучок. И что в нем мы видим? А в нем мы видим стрелы. Это то, что нам нужно. Они нам и пригодятся для того, чтобы убивать жителей. Или, может быть, даже дракона. Вот, возможно, что мы с вами сегодня еще и дракона убьем. Давайте соберем все ресурсы, которые у нас здесь есть. Они, возможно, нам все пригодятся. Мы бы, конечно, их могли потратить на крафт арбалета. Судя по всему, здесь в целом всего хватает. Но зачем нам это нужно? Ведь нам не нужен арбалет еще один. Давайте спустимся с базы разбойников. Не будем прыгать. Это опасно. И я вам сразу скажу. Первое самое, что приятное, это то, что нас не атакуют другие разбойники. Ну, логично. Вы ведь сами тоже превратились как бы в разбойника. Мы тоже разбойник. Мы свой братик кум. И поэтому они нас не трогают. Ну, а тут, кстати, почему-то заспаунились эти, разорители. Я не знаю. Они вообще обычно не спаунился в Майнкрафте. Но, играя с разбойника, они у нас тут почему-то заспаунились. Ну, ладно. Возьмем одного. И я думаю, что можно отправляться грабить свою первую деревню. Мы с вами, кстати, здесь неподалеку нашли уже деревню. Я побежал сюда. Да, прям-прям очень рядом оказалась она. Кстати, вот бывает, что рядом с аутпостами разбойника вообще деревень нету. За две, за три тысячи блока вообще ни одной деревни не встречаются. Ну, логично, они их всех ограбили. Так, кого я тут вижу? Я тут вижу, я тут вижу железного голема. Интересно, а он меня будет бить, если я буду сидеть на... Ой, не-не, я убегаю. Я валю отсюда, потому что мне сейчас придется с кем-то из них, короче, сражаться. Так, ну что ж. Будем сейчас убивать первого жителя при помощи разбойника. Посмотрим, какие же ресурсы нам выпадут. По идее, нам должны выпадать какие-то более эффективные ресурсы, чем играя просто-напросто за обычного игрока. Потому что, когда обычный игрок пытается убить жителей, то ему не выпадает ничего интересненького. А когда я буду его убивать, то должно выпадать что-то более крутое. Потому что разбойники, ну не просто так они убивают жителей. Так, ну-ну-ну, мне нужно хотя бы одного жителя убить именно стрелами. Так, получай. Ну-ну, у меня другого оружия, к сожалению, нету. И что? Ого! Ого! Чё, прям настолько крутые ресурсы выпадают разбойников? Ну, теперь понятно, ребята, почему они убивают жителей. Ну, походу, нам, короче, сегодня еще и оп-ресурсы всякие админские выпадают с жителей. Ну, так что, я думаю, самое время поубивать еще. Вот бы мне, на самом деле, выпал бы какой-нибудь суперский арбалет или еще что-нибудь, чтобы я мог, я мог хотя бы сохранить себе немножко стрел. Потому что, да, мне вообще не выпало, вообще не выпало. Вот если бы мне выпали бы стрелы, это было бы очень круто. Но то, что мне сейчас выпало, мне это особо не нужно. Может быть, здесь есть какое-то оружие? Нет, здесь никакого оружия нет. Блин, семь стрел. Семь стрел. Я даже не знаю, потратить или не потратить. Получай. И еще одна стрела летит в нашего жителя. Так, стоп, стоп, на месте. Стой на месте, стой на месте. Главное не промахнуться, главное не промахнуться. У меня очень мало стрел, чтобы ими так разбрасываться. Так, так, житель, житель, житель. Да что ж такое? Ладно, если промахнусь, я в любом случае могу забрать свою стрелу. Да как так-то? Я в кактус попал стрел. Так, а почему я не могу попасть? Он бегает из стороны в сторону. О, отлично. Мы его убили, но мы получили хотя бы новое оружие. Теперь я думаю, что можно атаковать жителей уже не при помощи арбалета, а при помощи, при помощи вот этого топора. Нифига себе. Эффективность 4. Эффективность 4. Еще нам дали тотемы, тотемы. Вот это да. Теперь понятно, почему разбойники убивают жителей. Ведь им реально, походу, выпадают такие оп-ресурсы. Но именно для них. Для... О, голем застрял. Смотрите, тут голем застрял и пытается убить скелета. О, черт. О, черт. Так, он меня ударил, но благо я остался жив. Так, так. Получай. 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 И что нам с него выпало? Ой, там скелет. Там скелет. Со скелетом я сражаться не хочу. Я, наверное, сожру одно зачарованное яблочко, которое мне все-таки выпало с этого жителя. И восстановлю себе немножко жизни. О, пошел. Пошел, реген с жизнью. Пошел. Так, давайте мы засыпем, наверное, скелета. О, мы его придавили блоком. Офигеть. Это нам выпало с железного голема? Сколько их? Сколько их выпало? Сколько их выпало? Семь штук. Походу, железных големов нам тоже какие-то суперские ресурсы выпадают. Так, нам выпало всего семь порталов в энд. Нам нужно их гораздо больше. То есть мы с вами сможем убить дракона, просто-напросто убивав железных големов. Интересно, а в этой деревне есть еще железные големы? Вот мы его-то как раз и убили. Ой, он идет нас атаковать. Он идет нас атаковать. А это значит что? А это значит, что я построю под собой небольшую башню размером в три блока. Ведь если ко мне сейчас подойдет этот самый... Подходи, подходи, не стесняйся. Ой, ой. А вот это он опасно стоит. Я не думал, что он поднимется на один блок и будет пытаться меня ударить. Нет, если бы я стоял, конечно, поближе, то тогда бы он меня достал. 100% достал бы и убил бы. Так, все, отлично. Я думаю, что столько... Так, где они у нас? 12 штук. 12 штук как раз должно хватить на то, чтобы построить портал. Это хорошо, это хорошо. Мы его, походу, с вами сегодня просто построим. Его даже искать не пришлось бы. Ну, хотя, знаете, учитывая, сколько нам выпало эндерперлов и всякого другого, то я думаю, что мы с вами сможем и другие ресурсы. Так, нам дали достижение, где кры... Офигеть, нам еще и литры с них выпали. И у нас есть ферверки. Это означает, что мы с вами теперь сможем летать. А что это такое? А почему здесь стоит два блока обсидиана? Смотрите, здесь просто стоит... А, это портал! Это был портал. А я думаю, что из песка просто торчит два блока обсидиана? Думаю, вот фигня какая-то, а. Вообще, что-то очень странно, играя в Майнкрафт за разбойник. Какие-то странности происходят в мире Майнкрафта. Так, у нас, кстати, есть 10 окоэнда. Нам даже не придется их крафтить. Так, и нам выпал арбалет на продзающую стрелу. Но стрел мне не выпало. Мне бы выбить с них, с кого-нибудь, арбалет на бесконечную стрелу. Это прям вообще бы очень было круто. На бесконечность. Потому что я не хочу тратить себе стрелу. У меня их не так много, чтобы убить дракона. А то придется мне летать и дракона добивать топорами. Ну что ж, ладно, будем ждать, пока нам выпадет. Ну что ж, я уже вернулся на свою башню разбойников. Убил абсолютно всех жителей в этой деревне. И собрал вот такую вот коллекцию арбалетов. Но я дурак, я забыл про то, что, оказывается, арбалеты с зачарованием бесконечности не бывают. И это я понял, к сожалению, только после того, как я убил абсолютно всех жителей в этой самой деревне. Ладно, как вы думаете, зачем я вернулся именно на свою башню разбойников? Конечно же, чтобы их поубивать и получить с них те самые заветные стрелы. Ведь именно с них я смогу их получить. Почему бы нет? Нужно подальше убежать от этой базы разбойников. А то они мне тут спокойно жить не дадут. Так, и начнем строить. Так. Блин! Черт! Я не туда поставил... Я не туда поставил рамку. Походу, нам придется опять возвращаться в деревню жителей. Попытка номер 1859. И я снова пытаюсь построить портал. Если я не ошибаюсь, его же нужно строго вот так строить, строго вот так. Да что? Он ко мне подходит! Они все подходят ко мне и начинают меня теперь бить. Что ж такое? Что я вам, чуваки, сделал? Почему вы не можете забыть про то, что я вам не враг? Отлично. Мы с вами наконец-то запустили портал. И теперь можно отправляться в эндер. Так, давайте посмотрим, где же мы с вами появимся в эндере. Классно! Мы с вами появились в коробке. В самой настоящей коробке. Это означает, что нам нужно что? Это нам нужно скрафтить кирку, чтобы отсюда выбраться. Эти вещи нам больше не пригодятся. Зато нам теперь пригодятся алмазики. Которых у нас каким-то чудом с собой немножечко набралось. Не так уж глубоко, как казалось. Я думал, что я сейчас вообще в километре блока вниз буду. И мне придется копать еще полчаса. Но вроде норм. Вроде норм. А почему я не летаю? Смотрите, как я летаю на элитрах. Странно. Это офигеть. Это просто офигеть. Когда ты играешь за разбойника, ты играешь супер странно на этих элитрах. Ладно, я буду просто с этой штуки сбивать другие маяки. Не попал. Сбил. Вот так. Не попал. А, нет, попал. Нормально, попал. И это я тоже попал. Кстати, он меня не атакует. Меня дракон не атакует. Потому что я, наверное, разбойник. Поэтому, может быть, меня не атакует. Или он все-таки хочет меня атаковать. Я не пойму. Оп. Все. Так. И вот эту штуку надо... Ага. Фиг я ее так собью. Ну, пожалуйста, пожалуйста. О, все. Отлично. Нормально, нормально, нормально. Нам-то просто нужно будет... Так. Короче, я предлагаю вот что. Я предлагаю сожрать золотое яблоко и разбить эту штуку рукой. Это будет проще. Опа. Все. Нормально. Я же говорю, просто-напросто нужно сожрать золотое яблоко и разбивать эту штуку рукой. И ломаем рукой. Все. Отлично. И теперь... А, нет. Еще один маяк есть. Еще один маяк есть. Нормально. Снова едим золотое яблочко, только бы меня он не скинул Так, вот сюда, давай Что ж такое? Вот, все, отлично Отлично, и теперь, и теперь Дракон остался без защиты, осталось просто-напросто Его добить, что ты? Летит дракон Летит дракон Летит! Ну что ж, у меня Закончились стрелы, и мне пришлось добивать Этого эндер дракона при помощи своего топора Это было очень долго и очень тяжело Но топор был более эффективное оружие Чем куча арбалетов Без стрел, так, и кстати Золотые яблочки, главное их не забывать кушать У меня их просто дофига, у меня их реально Пол инвентаря этих чертовых золотых яблок Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами прошли Майнкрафт на сложности Разбойник, и теперь Пора возвращаться обратно в свою башню Разбойников, интересно, где мы появимся А мы появились, да, вот именно мы появились В своей башне разбойников Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше видео подходит к концу Кому оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем удачи и всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok